МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Вечер на седьмом». Сегодня проведу его с вами я, Татьяна Милимко. В Одессе этой ночью прогремел очередной взрыв. Вот говорю очередной, даже сама себе не верю, потому что в нашей родной Одессе это стало какой-то нехорошей традицией. Прогремел он около часа ночи в общественной приемной в общественном объединении «Самопомощь». В гостях у нас непосредственно пострадавший, можно так назвать вас, к сожалению, сегодня я представляю Александр Барняков, лидер общественного движения «Самопомощь» в Одессе, и Анна Филимонова, пресс-секретарь общественного движения «Самопомощь» в Одессе. Здравствуйте! Здравствуйте, Добрый вечер! Как вы с ночи, как себя чувствуете? Ну, хотелось бы, наверное, немножко поспать, и мне, и Саше, потому что еще не ложились. Состояние такое, немножко подавленное, конечно, из-за усталости, и очень много диалогов, очень много мыслей, и много всяких версий, и это все кружится в голове, и, может быть, действительно надо как-то отдохнуть от этого хотя бы чуть-чуть. Да, и как вам сообщили о произошедшем? Мне позвонили буквально через пять или шесть минут после взрыва, прямо с охраны, сказали, что в вашем офисе прогремел взрыв. Я спросил, там, никто не пострадал, сразу сказали, что нет, хотя рядом находились в соседнем помещении двое врачей, там находится у нас станция скорой помощи, прямо через стену, и они были на дежурстве, и как-то чудом, просто вот в момент взрыва люди вышли там на улицу или перекурить, или в туалет, я, честно говоря, не уточнял, и в это время прогремел взрыв. В этот раз он был немножко дальше от охраны, поэтому охрана, в принципе, никак не пострадала, конечно, это шок для людей, безусловно, тяжело, но в этот раз они, в принципе, практически сразу сориентировались и позвонили. Я был там через минут 15 примерно, и уже через минут 15 в этот раз было практически все уже оцеплено, были представители милиции, СБУ, очень все оперативно отреагировали, и первичные оцепились, ждали саперов. Ну вот, собственно, дальше уже там события развивались. У вас нет ощущения от дежаве? Ведь это не первый раз уже происходит, буквально месяц назад, да? Три месяца назад произошло практически то же самое, только с другой стороны здание. Да, и я тоже тогда там был, и в этот раз, когда я подъезжал, у меня вот именно такое ощущение и было. Единственная разница, что в тот раз как-то все гораздо медленнее развивалось, и было больше, не знаю, шока, удивления. Сейчас сложилось такое впечатление, что, ну, уже даже не было какой-то истерии, просто все так, ну, взорвали, взорвали. И это, наверное, не очень хорошо, потому что мы начинаем привыкать даже к таким вещам. Анна, есть какое-то предположение? За что, почему, кто? Мы с Сашей и вообще с нашими всеми активистами мы уже, можно сказать, сутки ломаем голову, уже придумываем даже какие-то комичные версии, чтобы как-то себя успокоить, и серьезные версии. Ну, конечно, мы не можем никого обвинить, мы не правоохранительные органы, и с точки зрения, там, ну, я не знаю, морали это было бы просто неправильно. Вот, и согласитесь, это уже 13-й взрыв, и если до сих пор мы еще не знаем, зачем у нас взрывает такое количество проукраинских организаций, то, ну, как бы мы же не знаем больше, чем правоохранительные органы. Если они не знают на 13-й раз, то мы не знаем и подавно. Но это ведь не офис партии, правильно? Это общественная приемная. Это общественная приемная, ну, а до этого это взорвали волонтерский центр, а до этого магазин «Патриот». То есть, ну, всех их объединяет только проукраинская направленность, вот, а, как бы, ну, сама суть, да, действительно может быть разная. Вот, ну, опять же, мы, ну, публично абсолютно точно, мы никого не будем обвинять, вот, и считаем, что это неправильно. Да и работаем мы совершенно недавно, у нас 20 февраля только состоялось открытие приемной официальное, после чего туда начали ходить люди. Мы начали пустить первые проекты, там, самозахист, спортивный проект, вот, большой резонанс получил курсы английского языка. Это были бесплатные курсы. Да, бесплатные курсы. Да, они действуют до сих пор, там, дело в том, что на первом этаже происходила регистрация, а сверху, на пятом этаже, там, есть аудитория, где проходят сами, сами курсы. И вот на, буквально, там, за короткий промежуток времени записалось, там, 500 с чем-то человек, и вот эти дни... За неделю. За неделю, да. За вот эти дни, вы представляете, там, в приемной, там, постоянно были люди, туда приходили, и, ну, это, ну, все, вот, проекты, которые мы ввели, они, скажем так, не назову их, там, позитивными, да, то есть это проекты, направленные на образование, на гражданскую, там, сознательность, на какие-то вещи, там. Ну, они, в общем, не политические, они больше социальные. Они больше социальные направленности, которые... Я не понимаю, кому мы могли перейти вообще в дорогу. За этот период мы ни разу не участвовали в каких-то, там, откровенно политических акциях, не высказывались по этому поводу, и, в общем-то, это, там, была наша задача на ближайшее время. Я надеюсь, если честно, что так будет всегда, что это будут какие-то конкретные дела, которые будут направлены на конкретные решения каких-то проблем. Да, это есть идеология самопомощи. То есть мы никого не ругали, там, ни через СМИ, не делали никаких заявлений, не влезали вот в эту вечную клановую борьбу, которая происходит в Одессе, которую мы постоянно наблюдаем, она не останавливается никогда, просто меняются фигуранты, да, просто меняются комбинации. То есть мы изначально решили, что спасибо, как бы, это просто не для нас. Вот. Поэтому зачем, мы не знаем. Александр, есть тоже такие предположения, я должна их озвучить о том, что эта месть какая-то вам раз-два раза именно офис, который принадлежит вам, взорвали, то, значит, есть здесь какая-то, может быть, угроза вам лично. Поступали ли, может быть, какие-то заявления в вашу сторону с угрозами? Безусловно, такие версии озвучивались, и в основном они даже озвучивались более, скажем так, близкими мне людьми. Если коллеги, назовем это, по работе или по общественным каким-то делам говорили больше про, что, скорее всего, это какие-то из-за сепаратистов, или, может быть, просто кто-то вот расшатывает ситуацию, да, то более близкие мне люди, конечно, они экстраполировали это непосредственно на меня. И сегодня я провел там полдня в СБУ, и в том числе, и даже большую часть времени разрабатывали как раз такие версии. Я, честно говоря, не смог ответить и вспомнить, чтобы кто-то за это время мне угрожал именно в соцсетях, в СМС или в каких-то анонимных звонках. Мне несколько раз там поступали звонки, которые просто я там поднимал трубку, никто не говорил, но я не могу сказать, что это были угрозы или намеки какие-то. Дела ведем добросовестно, я веду добросовестные дела. У меня есть репутация в городе, занимаюсь мое призвание, с чем я, в принципе, иду в самом помощи, это информационные технологии, я сам бывший программист, айтишник, можно сказать, да, то есть бизнес, которым я занимаюсь, это не связанный бизнес ни с нефтью, ни с лесом, там, ни с какими-то другими. Пишем программы, развиваем, ну, как вот, вот эту вот область. Я участвую в разных инициативах, связанных с IT, там, стартапы, всякие форумы, направленные на популяризацию для молодежи вот этих вот обучения, школы айтишные, то есть вот это мой бизнес. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что это направлено как-то лично против меня, да и я не вижу смысла, тоже не вижу смысла, я, конечно, не хочу ничего отрицать сейчас, я не могу ничего отрицать, эту оценку должны дать действительно правоохранительные органы, но если угрожать персонально, должна быть, должен быть, наверное, какой-то посыл ко мне должен был быть какой-то, кто-то должен, наверное, был что-то сказать, иначе нет смысла, наверное, для этих угроз. В момент закладки бомбы и сам взрыв запечатлили камеры видеонаблюдения, что там на них, расскажите, пожалуйста. На камерах видеонаблюдения видно, как со стороны Краснова, со стороны тюрьмы идет некая личность с зонтиком и с белым пакетом в синем плаще, проходит мимо офиса, ставит просто на... возле двери ставит этот пакет и медленно проходит мимо здания, и там дальше уже камеры не фиксируют. Спустя полчаса происходит взрыв. То есть сказать, что это был взрыв по таймеру или направленный, но пока такой информации непонятно. Есть предположение, что это дистанционно, да? Да, есть предположение такое. Лично я могу сказать, что когда я туда прибыл, охрана мне сказала, что как раз именно... Там дело в том, что у санитаров, которые сидели в своем кабинете, у них нет ни жалюзи, ни штор, то есть видно, в принципе, с улицы, что происходит. И они в этот момент... У них там свет даже какой-то горел, и они вышли. Взрыв произошел, и они как раз вышли. То есть это может, конечно, случайность, но может быть даже кто-то наблюдал за этим. Потому что взрыв как раз произошел, когда они вышли. Есть вот... То есть они вышли, может быть, тот, кто закладывал эту бомбу, подумал, что это какие-то представители офиса, вы имеете в виду, так? Я подумал, что он просто, может быть, кто-то не хотел жать. Я подумал, что эти люди, что человек, который оставлял эту бомбу, он понимал, что по соседству, буквально непосредственной близости, за стеной находятся люди, потому что горел свет. А там, где врачи, там и пациенты, правильно? Ну, допустим, он не знал, что там станция скорой помощи, но неважно, там горел свет, то есть он понимал, что там люди. И что это буквально стенка. Ну, одна стенка разделяет офис самопомощи и скорую помощь. То есть действительно, это ужасно, конечно, это могли быть жертвы. Первый раз на видео было отчетливо понятно, чтобы бомбу закладывала женщина. Сейчас там мужчина, мужчина, женщина, не знаю. В плаще непонятно, силуэт, да? В плаще еще и прикрывается зонтом. Зонтом, чтобы с камер не было видно. Потому что камера, видимо, извлекли какие-то уроки из предыдущего раза. Скажите, вот страшно ли вам сейчас? И как вы планируете дальше действовать? Ну, безусловно, не понимая мотивов, то, что хотят люди, опять же, можно расценивать, там, это какая-то общественно-политическая деятельность, либо эта ситуация там в стране, либо это конкретно на меня. Когда ты все это пытаешься соединить вместе и не понимаешь, откуда это идет, становится, конечно, не по себе. Вообще не по себе. Но жизнь продолжается, и делать надо, продолжать то, что мы делаем надо. И я уже выразился, что мы будем продолжать. Мы, конечно, извлекем уроки из этого. Я не готов сейчас сказать, как мы это там сделаем, но мы сделаем все для того, чтобы мы могли продолжать нашу деятельность. В любом случае мы не останавливаемся. Я получил сегодня большое количество звонков поддержки, в том числе от Андрея Садового. И попросил и торматься, то есть продолжать. Я думаю, что если это связано с общественно-политической деятельностью, мы на правильном пути, потому что, значит, нас заметили. И, как говорил Ганди, сначала тебя и на тебя не обращают внимания, потом с тобой борются, а потом ты побеждаешь. Мы будем действовать по этому принципу. Вы слышали о том, что правоохранителей уже задержали подозреваемых? Да, я прочитал эту статью. В этот момент я находился в здании СБУ вместе с следователем. И мне сказали, в принципе, что это правильная вещь. Я сказал, что пока что это непроверенная информация. И вообще очень плохо, что такую информацию на данный момент разглашают. Потому что, как он сказал, как по своему опыту, что обычно не всегда задержание есть финальный этап. И иногда лучше, чтобы это оставалось в тайне. Уже дайте нам доработать, а потом мы вам уже дадим конечный результат. Но я надеюсь, что это поймали именно тех людей, которые устроили именно серию. И наконец-то мы узнаем, что это вообще происходит в скором будущем. Когда произошел первый взрыв, я помню, что вы обращались к людям, да и люди сами, наверное, обращались к вам, с предложением помочь, отстроить, отреставрировать это все в кратчайшие сроки. Сколько ушло времени на восстановление офиса? Первый раз? Может быть, я уже такое сравнение провожу, но, знаете, все-таки хочется знать. Дело в том, что в здании очень много арендаторов, которые никаким образом не должны вообще от этого страдать. И мы тогда постарались все сделать очень быстро. Закрыли буквально в первые 2-3 дня мы полностью ликвидировали все последствия, которые могли бы быть видимыми. В течение двух недель мы полностью перевели здание в такой вид, как будто там ничего не произошло. По объемам разрушений, ну, что-то очень подобное, только по-другому, но... Только с другой стороны. С другой стороны, но немножко другие вещи пострадали, но очень похоже. Мы думаем, что мы в течение 2-3 недель закроем, сделаем так, что никто не пострадает. Будет полностью изменена система охраны. Мы там выставим круглосуточный пост, который будет уже не внутри здания, а будет охранять периметр. Я думаю, что это вообще никогда не повторится уже, по крайней мере, на этом месте. Да, и... Ну, а тебе я хочу сказать, что там... После того, как я написала там несколько постов на Фейсбуке, огромное, действительно... Ну, как для меня, там, за какой-то короткий период, действительно, много людей предложили там разную помощь, вплоть от того, чтобы там прийти убрать, и там заканчивать тем, что сегодня пришел молодой человек, просто вот пришел в офис, сказал, «Здравствуйте, я вот предприниматель из Киева, у меня сеть пиццерий, и я вот узнал, что у вас взрыв, вот, как бы, там, мы не хотели, честно говоря, там брать деньги, потому что там, ну, у нас... Мы не можем просто так взять, да-да, давайте нам деньги, давайте, давайте, вот, у нас это все серьезно, должна быть отчетность там и так далее». И, как бы, мы ему сказали там, ну, простите, как бы, не можем мы там чемоданчим принять. Он сказал, «Окей, не проблема, хотите, я буду кормить ваших рабочих?» Вот, я буду просто присылать пиццу рабочим, там, я не знаю, еще сотрудникам, вот в течение того периода, пока вы будете ремонтировать. Вот, но мы пока думаем, Саша, над этим предложением, но в любом случае это было безумно приятно. Поступали и другие предложения, я же говорю, у нас в тот раз откликнуло достаточно много людей помочь с материалами, с работами, многие люди, даже если заплатили за материалы, просто не брали там за работу. Вот, так что я очень благодарен всем, кто откликнулся, оказал помощь. И много очень небезразличных людей. Приостановится ли ваша работа сейчас, либо вы будете продолжать свою деятельность? Нет. То есть, несмотря на то, что в офисе ремонт, вы где-то будете принимать? На втором этаже. На втором этаже. Вы могли бы рассказать, где? Ну, это уже будет пока внутри, и если кто-то даже будет приходить, он будет вынужден там зайти через охрану. Но мы думаем, что мы все равно должны делать то, что мы делали. Как я сказал, наши проекты, они не имеют, скажем так, локальный характер. То есть, это общественная приемная. Туда приходили люди, у которых были какие-то физические проблемы, либо это для того, чтобы с нами как-то сконтактироваться, для участия в наших каких-то мероприятиях. Ну, допустим, вот самозахист, это сеть бесплатных тренингов для самозащиты, они проходят в спортзале, который находится не в этом, в центре города находится. В двух спортзалах. В двух спортзалах, да. Английский язык проходит в соответствующей аудитории, тоже в двух местах. На Таирово и там вот на пятом этаже совместно с нашими партнерами E-Way, которые, собственно, эти курсы организовали, и мы просто присоединились к этой инициативе и помогли рядом других организационных моментов. Ведь, по сути, самопомощь, это один из основных слоганов, в едности сила. То есть, мы призваны к тому, не то, что мы делаем все сами, мы еще объединяем различных людей для получения какого-то результата или продукта в итоге. И у нас завтра проходит мероприятие по энергоэффективности, где собирается такой, так называемый, хакатон. Это мероприятие, где собираются разные группы людей, которые в течение трех суток, нужно сказать, не выходя из помещения, должны придумать некое решение, воплотить его в жизнь в сфере энергоэффективности. И это все украинские мероприятия. Мы будем на связи с Киевом, с Харьковом, со Львовом, Одесса. И это будет все в онлайне, в стриме происходить. И вот будут разные команды в разных городах делать эти вещи. То есть, в принципе, мы не останавливаемся. У нас еще масса других проектов, касающихся бюджета города Одессы, касающихся ОСНД и многих других. У нас проекты открыты университетом. Много, в общем, разных проектов. И эти все проекты, они не происходят непосредственно в приемной. То есть, мы как инициатива... Вот приемная — это всего лишь одно из направлений. Все остальное — это некие проекты, призванные помочь Одесситам в различных сферах. В общем, я так поняла, что цель, наверное, вот этих терактов, а квалифицировали этот взрыв именно как теракт, правоохранители, — запугать. И точно так же вижу, что не запугали. Просто, наверное, вот какие чувства вы сейчас испытываете? Мы, если честно, боимся того, что цель, к сожалению, запугать не нас, а запугать Одесситов. И создать вот эту вот атмосферу страха, напряженности и так далее, которая всегда порождает злобу, недовольство, которая порождает нежелание работать, соответственно, развиваться и так далее. То есть, скорее всего, наверное, все-таки цель такая более глобальная. И, к сожалению, лучше бы это была цель нас запугать, чем Одесситов. Ну, вот если... Я полностью согласен с Анной. И могу сказать, что вот... Сегодня были разговоры с людьми, которые арендуют... И многие из них действительно пуганы. Кто-то хочет съезжать, кто-то просто расстроен. Кто-то вообще говорит, как можно в этой стране что-то продолжать жить, планировать, если происходит вот такое. И это на 100% вот есть настроение, которое создается. Если... Ну, я не хочу никому подсказывать, да, и это, наверное, может прозвучать в какой-то степени странно, но если там запугать конкретного человека, то лучше там давить на его семью или каким-то другим образом. То есть это эффективнее гораздо, нежели как-то вот создавать резонанс на весь город. Поэтому я думаю, что цель была действительно запугать все-таки общественность Одесситов. Как-то отвлечь внимание, наверное, да, чтобы они приходили. Или отвлечь внимание, да. Но не нас, как общественное движение. Нельзя запугать. Самопомощь — это сотни тысяч людей. Это... Ну, как их можно запугать или как можно с ними сделать? Если что-то, не дай бог, случится с кем-то, то зайдут другие. Это... Есть люди, которые... Их объединяют ценности, их объединяют какие-то вещи там выше, чем просто какая-то там страх, какой-то там потенциальной угрозы. И тут невозможно ничего сделать. А создать такую атмосферу, когда все друг друга боятся и не хотят просто приезжать или встречаться, или не хотят разговаривать с кем-то, подозревают друг друга в чем-то. Ну, да, конечно. Это хуже всего. Это хуже всего. Это недоверие. Это то, что разбивает, собственно, в едности сила. Это то, что идеально разбивает этот слоган. Потому что все начинают друг друга подозревать. Особенно, как бы, в Одессе это все умножается в тысячу раз, потому что где-то действительно достаточно неоднородные, интересный город. Здесь всегда своя история, свое восприятие. Вот. И тут, ну, как бы, разобщить легко, к сожалению. Да, некоторым еще и на руку это играет, думает, да-да-да, как хорошо, как прекрасно. Есть, к сожалению, и такие люди. Но, конечно, хотелось бы, чтобы как-то все начинали уживаться. И эти теракты, которые происходят сегодня, они совершенно не свойственны. Я не верю, что Одессит может это сделать. Правда. Не верю. Ну, думаю, конечно, оценки не я должна давать, и не мы с вами, а правоохранители. И я очень надеюсь, что в скором времени так и произойдет. Скажите, какая-то помощь все-таки нужна? Может быть, волонтеры могут прийти и помочь? Я думаю, они и так уже, правда. Может быть, Одесситы, которые могут прийти помочь. Нужна ли или вы уже как-то собрались в кучу? Мы собрались. Я могу разве что попросить помощи в том, чтобы не боялись и не опускали руки. Чтобы брали пример с тех, кто сегодня борется, что-то пытается делать в этой стране. Не просто там купи-продай, что-то заводится как-то о гражданском обществе, о бизнесе. И, может быть, отдельно обратиться к тем, потому что, если кто-то смотрит, я уверен, что те, кто это заказал, они смотрят. Может, объясните, зачем? Или давайте как-то... Пришлите анонимку. Да, анонимку. Голубем, чтобы вы хотя бы понимали. Может быть, что мы не так делаем, кому мы мешаем. И, может, это станет... Для вас как-то это будет. Нет, я не знаю. Я просто хочу попросить у людей, чтобы они... Действительно, объединялись, а не наоборот, разобщались. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, потому что и в соцсетях, и очень много информации в средствах массовой информации, разноплановой. Вы ответили на все вопросы, которые были сегодня заданы в интернете, и не только. Спасибо, что пришли к нам. Держитесь, крепитесь, отстраивайтесь и делайте свое дело. Спасибо за поддержку. Итак, у нас в гостях были Александр Барняков, лидер общественного движения «Самопомичь Одессы», и Анна Филимонова, пресс-секретарь общественного движения «Самопомичь Одессы». Это была программа «Вечер на седьмом». И с вами была я, Татьяна Милинко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова